МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выглядите программу «Репортер» на телеканале «Беларусь-2». У студии Александр Гамуля. Доброй ранец. Специальное медицинское обсталевание будет передать на сёне детячему реабилитации на здоровленному центру сидельники, который находится в Мазырском районе. Гуманитарную допомогу на сумму омаль 90 тысяч долларов в установе оказал урад Японии. Большость пациентов центра – дети, которые отримывают тут для отшения огульно-терапевтичного профиля. Медицинское обсталевание, сиротякога ванна для сухого массажа, ингаляционная установка и иншая, закуплена в рамках программы «Грантовая допомога» для проектов по безопасности насельства «Карани травы». Передача «Життя вязь» проставники посольства Японии в Республике Беларусь. На Гомельчине начала работа областная школа назиральников в программе выучения действующих законодавства, проведения тренингов и майстер-классов. Сейчас в регионе уже зарегистровано 126 внутренних назиральников и их количество будет повеличиваться. Обходя выборчей кампании Гомельской в области, материал Олега Синтерова. Пикеты по сбору подписов за кандидатов у президента Республики Беларусь на вывесах населенных пунктов можно увидеть до 21-го жюня. Потом начнется проверка собранных подписов и непосредственно регистрация кандидатов. Между тем, параллельно на Гомельчине зараз притягивается выучение представников в склад участковых выборчих комиссий. До речи, инициативные группы двух кандидатов на посаду керавника державы почали уже сдавать подписные листы у территориальной комиссии Гомельской в области. 220 тысяч подписов сдадено за 9-го президента, 3 тысячи – за Сергея Гайдукевича. Что отыщится выучения у состав участковых выборчих комиссий, то этот процесс повинен завершиться 23-го жюня. По своей судносе, он ничем не отразнивается от процесса выучения представников у состав комиссий территориальных. Мне предложили, так как я давно работаю на Гомельмаше, уже 45 лет, народ поддержал мою кандидатуру, чтобы быть членом районной комиссии. После формирования участковых выборчих комиссий на Гомельщине чекают долготерминовых замежных назиральников, а Пакуль проводят в учебу с назиральниками-очинными. Зараз их у регионе 126 человек, больше 70% за каких – простовники громадских организаций. Не во всех есть опыт ответственной работы, а какие якости им спотребятся, разумеют все. Мне кажется, самое главное наше качество, всех наших белорусов – такая толерантность, терпение, выдержка и, наверное, и эрудированность в некоторых вопросах. Школу назиральников на Гомельмашне у першыню открыли в 2010-м годе, и с того часу она працует подчас усих выборчих кампаний. Серот слухачев – представники региональных структур политических партий, громадских организаций и православных коллективов, а также громадяне, которые уже отримали право ожитивлять натирание за ходом выборчей кампании в программе деловые гульни и тренинги с выкористанием интерактивных методок, индивидуальное консультирование и обмен в опытом, плюс обовязковое выучение нормативно-правовых документов. Розработаны вот такие методические рекомендации, в которых очень кратко и очень ёмко изложены постановления Центра Сбиркома, которые будут удобны и необходимы в работе наблюдателей. Им даются в том числе и практические советы. Поэтому мы будем очень рады, чтобы выборы президента Республики Беларусь прошли законно и успешно. Алексей Чаров, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомель». До других тем у Гомельской области стартовал комплекс профилактических мероприемств по выявлению и исполнению порушения правилов при пынку и стоянке. До 25-го жни у неже храм Гомеля, Мазара, Жлобина, Калинковича и Решицы варто быть особливо уважливыми при парковце автомобилев. За стоянку в неустановленных местах супрацовники ДАИ мают право примуслово эвакуировать транспорт. Так само пильными повинны быть и у ладальники грузовых автомобилев. Коли транспортный сродок покинуты у неналежной месты и у ладальника нема поблизу, колы грузового автомобиля заблокируют. А кроме того, покарание может быть и грошовым. Веселье, подарунки и усмешки детей. У Гомеля волонтерский отрад Белорусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией провел акцию «Семья – это житё». В рамках доброчинного мероприемства одна из пар молодожёнов в день своего веселья завитала до выхованцев Гомельского городского социально-педагогичного центра. Под обязанностями это яркая и запоминальная встреча в репортаже наших корреспондентов. День народжения своей семьи молодожёны Александра и Яфим Лавинецкий вы решили отзначить не за всем традиционным чином. После урочистой церемонии заключения шлюбы и непротяглой фотосессии яны отправились и не в ресторан, а в Гомельский городский социально-педагогичный центр. Тут гостей чекали с великим нетерпением. Когда сказали детям о том, чтобы не приедут молодожёны в свадебном платье, радости не было предела. Тут же начали готовить плакаты с днём свадьбы, подарки, учить стихи. Мы только ориентировали их. Желание это было только детей. Как бы сделать сюрприз, чтобы не просто им приехали и вручили. Они тоже хотят свою лепту внести. Молодожёны завитали до детей далёко не с пустыми руками. Привезли цацки, развивающие гульни, малевничные диваны у группу и иншие приемные подарунки. Александра и Яфим Лавинецкие с неподробной щиростью вспоминают. Коли волонтёрский отрад Белорусского гандлёвого экономичного университета с поживецкой кооперацией пропоновал им поудельничать у доброченной акции «Семья, это жить всё», погодились они разважаючи. Им вельми хотелось поделиться с детьми частинкой своего счастья и показать приклад иншим, необыяковым людям. Получается, этим действуем мы других людей, которые думают только о себе, либо о злых, чтобы они подобрели, чтобы они поняли, что в этом мире они не одни, чтобы заботились о других детях, которые нуждаются в этом, которые им сложно в этой жизни. Мы создаём в этот день семью вдобавок и решили помочь детям, потому что каждый ребёнок должен жить в благополучной семье. Молодые разместились с детками на новых диванах и принялись за гульни. Треба отзначить, все подаренные ими речи они набыли как за кошту ласных сродков, так и тех, які у гостей собирались выдатковать на святочный букет. Пара загадя домовилась с запрошенными на веселье. Замест кветок лучше сделать подарок детям. Зараз у Гомельским городским социально-педагогичным центра знаходится 39 ребят в возрасте от 3 до 18 гаду. И они опынулись тут по разных причинах. А Лямарова у всех одна – жить у полновартостной семьи. Тому и пожадание им от молодожёнов – отповедное. Я думаю, мы будем очень счастливы, потому что мы действительно очень сильно любим друг друга. И я желаю детишкам, чтобы они встретили на своём пути такую же искреннюю любовь, и чтобы у них всё было хорошо. Вероника Ворошилина, Катерина Жданович, Валерий Копанько, телерадио «Компания Гомель». Музейная рестаурация – процесс важный и працаемкий. Черговым выником працы рестаураторов Музея Гомельского палацево-паркового ансамбля стало одновление настенного люстерка, оформленного у ренессансно-барочной стилистыцы. Менавито так музей смог не только захавать предмет, а и ликвидовать нанесенные часом страты. Это дозволило проставить его, выглядя наибольшь наближным до першародного. Теперь же хоры Гомельщины смогут поглядеться у дивная люстерка. Его презентация стала кульминацией открытия выставы «Шкло, якое каже правду». А кроме того, экспозиции проставлены коля 20 настенных, настольных и туалетных люстерков со сбору музея и приватной коллекции Сергея Путилина. Особливый шарм экспозиции додает обстановка. Выстава разместилась в зале с жилым интерьером конца 2019-го, початку 2020-го стагодия. Мы все привыкли к зеркалам, их много, они нас окружают. И кажется, что они такие безразличные, равнодушные даже. Но между тем, они отображают ту правду, которая перед ними происходит. В областном центре открылся бойный дискаунтер «Гомель-Шпалеры». Он разместился по адресе в улице Могилевская, 1А. В новом Ганлевом объекте представлены самый широкий ассортимент продукции предприемства «Гомель-Шпалеры». Причем, эти высокоякостные товары тут можно набыть по небывало низких ценах. Вероника Ворошилина переконалась о этом особисте. Открывшийся в областном центре обойный дискаунтер «Гомель-Обои» – проект совместный. Идея его создания принадлежит двум крупным торговым компаниям. Гомельскому коммунальному оптово-розничному унитарному предприятию «Облторгсоюз» и производственному унитарному предприятию «Гомель-Обои». Магазин удивляет многообразием ассортимента. Здесь представлен огромный выбор обоев – порядка 750 образцов продукции от крупнейшего белорусского производителя предприятия «Гомель-Обои». Как и полагается, главное преимущество дискаунтера – удивительно низкие цены. Здесь они на порядок демократичнее, чем в среднем по городу. В данном магазине представлена продукция по ценовому диапазону от 6 тысяч белорусских рублей до 300. 300 тысяч белорусских рублей – это обойная продукция, которая аналогична импортной продукции, и цены ее на белорусском рынке порядка от 500-600 тысяч рублей до 1 миллиона за трубку. У нас это всего лишь навсего 300 тысяч. Низкая цена и высокое качество – главные ориентиры белорусского производителя. Предприятие «Гомель-Обои» выпускает продукцию самых разных видов – от бумажных и водостойких обоев до виниловых на флизериновой основе. Отличает ее многообразие фактур и расцветок, что позволяет удовлетворять вкусы даже самых взыскательных клиентов. К примеру, есть специальная линия обоев для детей. Их можно и даже нужно раскрашивать. К слову, предприятие «Гомель-Обои» во всем стремится к совершенству. Оно сотрудничает с крупными торговыми компаниями при Балтике и Германии и при изготовлении своей фирменной продукции учитывает зарубежный опыт и применяет исключительно современные и качественные материалы. «Блестящие перламутровые и другие препараты, которые используются в очень большом количестве на обоях, мы сейчас переходим на другие виды этих продуктов. Поэтому по качеству и по другим параметрам они вообще практически не вступают другим аналогам, допустим, российским, зарубежным и прочее». Несмотря на и без того демократичные цены, дискаунтер «Гомель-Обои» планирует удивлять клиентов хорошими скидками и интересными акциями. «Мы совместно будем с предприятием «Гомель-Обои» организовать совместные акции, потому что на сегодня есть у нашего народа потребность в акциях, скидках, потому что каждый считает свои деньги и хочет, чтобы купить качественные, но дешевле. Поэтому мы будем с предприятием-производителем отрабатывать эти мероприятия». Дискаунтер «Гомель-Обои» открылся по адресу улица Могилевская, 1А. В будние дни он открыт с 9 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 18. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадио, компания «Гомель». И это была пошла информация о выпуске. Для вас працава Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире.